До начала традиционного послания главы Якутии Айсена Николаева Государственному собранию Илтумен остается чуть менее получаса. Ну и перед этим важнейшим событием мы вспомним детали послания прошлого года, ну и озвучим прогнозы по содержанию нового документа. В студии работает Сергей Мехедов. Здравствуйте. Ну а помогут нам вспомнить прошлое послание и расскажут о своих ожиданиях Александр Кугаевский, заместитель ректора по аналитической и экспертной деятельности Северо-Восточного федерального университета, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия. И Анна Набережная, директор Финансово-экономического института СВФУ. Добрый день, Александр Андреевич, Анна Тимофеевна. Добрый день. О своем выступлении в прошлом году Александр Николаев в самом начале остановился на знаковом событии. Это столетие автономии Республики. В течение всего года мы все отмечали эту круглую дату. Прошло множество мероприятий, посвященных юбилею Якутии. Ну а главной целью, ближайшее будущее, тогда глава назвал устойчивость во всех сферах жизни. То есть сберечь народ, сберечь наши ценности в условиях быстро меняющегося мира. Как вы считаете, удается ли достигнуть этих целей? Ну и как мы провели этот юбилейный год? Да, уважаемый Сергей. Очень радостно, что сто лет назад у нас произошло такое самоопределение. Был выбран тип развития государственности. И за очень короткое время аграрная совершенно территория превратилась в зону передового развития промышленности, и сельского хозяйства, образования и науки. Не зря говорили, что Якутия сделала резкий скачок от феодализма к развитой индустриальной промышленности. И, конечно же, в этом году, в 2022 году, прошло очень много юбилейных знаковых событий. И прежде всего хочется отметить то, что указом главы был учрежден нагрудной знак, которым отмечаются лучшие наши люди, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие, в развитие различных отраслей народного хозяйства, сто лет республики Саха-Якутия. И, конечно, вот этот юбилейный знак подчеркивает значимость этого исторического момента для всей нашей республики, для всей нашей многонационального нашего населения. Потому что наша республика является местом, где многие народы живут дружно, душа в душу, выполняют проекты, которые позволяют нашей стране развиваться и уверенно идти в будущее. И все же хочется отметить некоторые проблемы, которые встали в этом году. И очень удивительно, что послание прошлого года, оно как бы предвидело обострение турбулентности нашего мира и так далее. То есть очень быстрые изменения произошли в глобальном экономическом и финансовом пространстве. И вот это вот предвидение ситуации, конечно, меня очень глубоко удивляет до сих пор. Спасибо. Я бы к тому мог добавить то, что тема устойчивости развития, это у нас, как теперь можно говорить, в тренде развития нашей республики, деятельности республики. Ну и в этом году мы провели четвертый международный северный форум по устойчивому развитию. Это большое такое событие в научной жизни нашей и в хозяйственной жизни, потому что обсуждаем самые насущные проблемы устойчивого развития по самым разным аспектам. Вот в этом году мы его провели. И внутри этого форума идет, у нас уже седьмой раз проводилась конференция, научная конференция, она называется «Устойчивый север. Общество, экология, экономика, политика». Вот четыре составляющих устойчивости, которые у нас постоянно в поле зрения находятся. Поэтому это отвечает всем нашим сегодняшним задачам. Ну, в этом году удалось справиться с наболевшей проблемой предыдущих лет и не допустить вот такого глобального распространения лесных пожаров. В районах республики, как в столице, ну, можно сказать, в целом дышалось свободно, легко. Но вместе с тем появились новые испытания, с которыми приходится справляться и нашей стране, и нашей республике. И вот какие испытания, может быть, удалось преодолеть, да, в этом году? Какие бы вы отметили испытания, но какие трудности, может быть, предстоит пройти в будущем? Ну, тут интересно, что послание на этот год, Асен Сергеевич, начал практически с пожаров, которые произошли в 2021 году. Ну, вот. И для меня, допустим, для нашего поколения, один из явных признаков весны в Якутске – это были тренировочные прыжки с парашютом наших лесных пожарников. Вот. Тогда служба была поставлена очень мощно. И, более того, все население было заряжено именно на подавление очагов пожаров и всяких случайностей. Ну, безусловно, событием, самым важным событием и тяжелым событием этого года, безусловно, является специальная военная операция на Украине. Вот. И она коснулась сегодня, уже эта тема коснулась абсолютно всех. И в Якутии затронули, уже наши ребята там воюют, принимают участие в этих боевых действиях. Вот. Но сегодня мы отмечаем то, что все, в общем-то, видят, что операция идет по запланированной траектории. Вот. И, в общем-то, победе мы практически уверены. Но это событие, оно коснулось очень многих и других сторон жизни. Ну, во-первых, мобилизованность всей страны. Это не только те ребята, которых мобилизовали на боевые действия, а то, что каждый на рабочем месте своем уже мобилизуется. И это сейчас нужно очень активно этим, на это обратить внимание большое. Вот. Ну, и потом у нас, ну, честно говоря, идет такая вот, как бы, расчистка. Люди четко себя стали обозначать. Кто-то в бега ударился, вот, а кто-то добровольцем записывается на участие в боевых действиях. Поэтому вот это вот очень существенно для нас сегодня, потому что у нас настала пора, когда мы должны друг другу сказать у глаза, кто ты есть. И спросить, а ты за кого? Вот. Это вот существенно очень событие, которое много определит на будущее у нас. Анна Тимофеевна, что бы Вы могли добавить по поводу испытаний, которые прошла у нас республика? Да, ну, конечно же, вот та мобилизация и те события, которые произошли и до того, показали, насколько у нас за последние годы развилось гражданское общество. Потому что наши муниципалитеты, наше объединение жен, матерей, военнослужащих, они открыли пункты сбора вещей для семей мобилизованных. Отправляют, собирают деньги и отправляют необходимые средства для того, чтобы у наших парней мобилизованных было все гораздо успешнее и теплее. Вот. Поэтому вот эти вот никто никому ничего не говорил, не приказывал, собирайте вещи и так далее. Это вот показало то, что наше общество перед лицом любого вызова может сплотиться и соединиться. Да, это действительно стало, может быть, мощным и сильным поводом для единения. Якутия вся сплотилась воедино. Ну, а между тем, коронавирус, кстати говоря, победить окончательно не удалось до сих пор. Ну, все-таки пандемия миновала, можно это сказать, можно это отметить. Но остаются единичные случаи заражения, наша медицина научилась с ними справляться. Также в уходящем году завершилось строительство кардиососудистого центра, продолжает возводить новый энкоцентр. Вот в прошлый раз Иосиф Сергеевич подводил итоги года здоровья. В этом году мы подводим итоги года матерь. Мы понимаем, что материнство и здравоохранение связаны напрямую. Вот насколько развивается здравоохранение в регионе? Какие результаты года матери вы могли бы отметить? Ну, конечно же, хочется отметить значительные показатели, которые нас радуют по демографической ситуации. В принципе, влияние пандемии коронавируса, оно в меньшей степени затронуло нашу республику, считают специалисты научного демографического общества, потому что смертность в больницах, она практически в два раза была ниже в наших больницах, которые находятся в республике Саха-Якутия, нежели, например, даже по всей территории России. Ну, а российское здравоохранение, оно, конечно же, на порядок было выше и организованнее, чем эта вот пандемия показала опыт того, что деление на богатых и бедных, оно, к сожалению, привело к тому, что люди, не имея достаточно финансовых возможностей, они в первую очередь погибали от пандемии, например, в тех же Соединенных Штатах Америки и так далее. То есть вот та медицина, тот уровень здравоохранения, который сложился у нас на сегодняшний день, они позволили очень четко, очень оперативно ответить на все вызовы, которые поставило это очень серьезное заболевание. И радует пример города Якутска, который за очень короткое время, благодаря мобилизации наших медиков, позволил организовать очень быстрое скрининговое исследование по типу распределения больных, здоровых. И сразу же выдавали людям результаты анализов ПЦР на руки. Это, конечно же, позволило потушить тот большой очаг, который мог бы разгореться у нас в Якутске, поскольку мы зимой, как говорится, живем все скучно, по домам, по организациям. Нет такого, на что мы пойдем, там где-то подышим воздухом. Из-за высокой скученности у нас могло бы быть, наоборот, показатели пандемического поражения населения могли бы быть выше, чем в целом по стране. Ну вот, также много мер было принято по развитию городов. Изданы указы о социально-экономическом развитии Якутска, Нерюнгринского, Алданского и Мирненского районов. Ну, вообще, главная здесь цель – это ускорение развития крупных городов и промышленных центров, где проживает 545 тысяч человек. Также в прошлом году С.Н. Сергеич отметил рекордные результаты в промышленном блоке. В этом году рекорд по промышленности тоже будет побит, явно побит. Мы ожидаем где-то примерно 12%, да, при превышении именно по уровню промышленности. Какое дальнейшее развитие промышленных центров в нашей республике ожидается? Как вы считаете, на что Айсен Сергеевич сделает акцент в этом послании? Ну, у нас в этом году довольно интересные итоги года экономического. Потому что, ну, практически во всех основных отраслях мы вышли на рекордные показатели. Вот особенно впечатляет, ну, меня, поскольку я знаю, что раньше золота мы добывали 20 тонн за гость, в этом году 43 тонны ожидается. Вот то же самое по добыче газа и по добыче угля и нефти. Тоже рекордные показатели. Вот поэтому сегодня мы в то же время смотрим на новые районы, где могут появиться новые отрасли и новое промышленное производство. Вот поэтому здесь, ну, давно мы говорим, допустим, о месторождении Кючус. Сегодня более активно пошла работа на этом направлении. И первую даже малую атомную станцию или атомную станцию малой мощности мы ставим уже в Усть-Куйге, которая должна обеспечить вот этот промышленный район, там и депутатский добывающий район, и месторождение Кючус. Безусловно. Потом дальше у нас вот сейчас прошел большой форум по Министерству промышленности, промышленности и геологоразведка, 100 лет развития. Очень много интересных тем было поднято на этом форуме. Ну и в частности много было говорилось о том, в каком направлении пойдет геологоразведочная работа. Потому что со времен Советского Союза у нас вот эта вот стратегическая геологоразведка, она сильно просела. И поэтому сегодня уже по некоторым полезным ископаемым видны периоды окончания добычи на этих месторождениях. Поэтому сейчас вот вопрос о активной геологоразведке встал. Безусловно, это главная отрасль, с которой начинается наша промышленность. Поэтому города будут по-прежнему, наверное, притягивать к себе население республики. Потому что сейчас доля городского населения у нас существенно выросла. И в дальнейшем оно будет тоже, наверное, увеличиваться. Но в то же время большое внимание уделяется и развитию сельского хозяйства. Хотя по многим показателям, вот сто лет мы сопоставляли некоторые параметры. В 1917 году, в 1917 году, сто лет назад, поголовье крупно-рогатого скота, коров наших, было более 400 тысяч. Сегодня 280 тысяч. Тогда население было 280 тысяч человек в республике. Сегодня почти миллион уже. Вот соотношение. Ведь тогда, в 1917 году, не было ни государственной поддержки сельского хозяйства. Не было техники. Первый трактор появился только уже в советские годы в наших селах. Поэтому ориентир – это потенциал, к которому надо стремиться. А сегодня мы только на 26% себя обеспечим собственным мясом. Крупного рогатого скота. Поэтому вот эти ориентиры, они, конечно, очень интересны. Очень активно идет рост поголовья в наших коневодческих хозяйствах. Вот этот коневодство у нас растет и довольно успешно. Это даже видно по нашему крестьянскому рынку хорошо, сколько там сейчас продается продукции. Вот поэтому сейчас в новом послании наверняка будет этому внимание уделено. Итогам, которые прошедших форумов, где обсуждались все темы. Анна Тимофеевна, может быть, какие-то экономические успехи тоже отметите? Мне хотелось бы отметить то, что, как вы уже действительно справедливо отметили, в этом году предполагается значительный промышленный рост нашей республики. Республика Саха-Якутия является одним из немногих регионов, где будет зарегистрирован рост промышленного производства на 12%. И, конечно же, та устойчивость и стабильность гражданского общества, которая сложилась на сегодняшний день, во многом благодаря тому, что у нас выстроена очень грамотная политика и проводится диалог власти и населения. У нас люди работают для народа, и народ, я думаю, это понимает. Поэтому нет такого отрыва, чтобы где-то там чиновники важно сидели в своих креслах и не знали о проблемах, которые имеют наши граждане, наши жители, наши территории. И то, что на разных уровнях отстаиваются интересы по линии и здравоохранения, и образования, и высшего образования, конечно же, это все очень радует, потому что мы понимаем, что руководство нашей республики имеет очень хорошее, грамотное видение перспектив развития нашей республики. Ну, сейчас предлагаю переместиться в зал республики, откуда в скором времени начнется трансляция послания главы. Там сейчас работает мой коллега Петр Васильев. Петр, добрый день. Какие настроения витают в Доме правительства перед началом послания, и какие ожидания непосредственно у парламентариев? Сергей, приветствую. Действительно, буквально несколько минут осталось до того, как глава Якутии Айсен Николаев озвучит свое ежегодное послание в Госсобранию ЛТМН. Напомню, что это уже послание пятое для руководителя нашей республики 2018 года. В этом году традиционно, как и прежде, Сергей Николаев озвучит ключевые направления для республики на ближайшую и долгосрочную перспективу, как депутатам Госсобрания ЛТМН, так и членам органов исполнительной и государственной власти. Напомню, что послание прошлого года было по большей части социально ориентировано. В рамках того послания, напомню, было исполнено и учреждено капитал «Дети столетия». Ну и, конечно, в течение всего года очень много внимания уделялось как к демографическим вопросам, там и к вопросам развития семьи, материнства и детства. Ну а конкретно, что ожидают члены республиканского парламента от послания этого года, мы сейчас узнаем у первого заместителя, председателя Госсобрания ЛТМН, Александра Жиркова. Александр Николаевич, добрый день. Какие у вас ожидания от послания этого года? Ну, главный итог года заключается, во-первых, в том, что в сложный для страны и нашей республики год нам удалось сохранить устойчивость экономики и на основе этого сохранить и увеличить наш бюджет нашей республики. И это дает нам возможность заложить хорошие основы на будущий 2023 год. Это во-первых. Во-вторых, устойчивая экономика дает нам возможность строить уже более амбициозные планы на более длительную перспективу на 2024-2025 годы, хотя это сложно, но сегодня я думаю, что голова республики здесь расставит основные приоритеты. Должен сказать, что такая динамика, она характерна в этом году не для всех субъектов Российской Федерации. Так что республика с достаточным оптимизмом входит в 2023 год. Дай Бог всем такого благополучия. Спасибо. Ну а я отмечу, что послание этого года ожидается примерно по хронометражу более часто. Самое длительное было в 2020 году. Длилось оно примерно час 24 минуты. Сергей. Петр, есть ли среди зрителей, защитники Родины, может быть, удалось пообщаться с бойцами, которые вернулись из зоны проведения спецоперации? Да, безусловно, здесь в зале присутствуют те, кто защищает честь нашей республики и всей страны на линиях соприкосновения. Так, рядом со мной сейчас находится руководитель отряда БОТУР Александр Гаврилевич Колесов. Александр Гаврилевич, добрый день. Какие ожидания от послания этого года? Ну, большие вопросы экономического развития республики нашей. Думаю, немало времени будет уделено специальной военной операции. Поддержка участников, реабилитация бойцов, которые вернулись, помощь раненым, также помощь близким участникам специальной военной операции. Основные вот ожидания в этом направлении, я думаю. Спасибо. Сергей, у меня к этому часу вся информация. Тебе слово. Петр, спасибо. Ну, желаю тебе дальнейшей успешной работы. Будем ждать от тебя новых подробностей. Ну и свяжемся с тобой уже по завершению послания главы Якутии к госсобранию и общественности. А мы возвращаемся в студию. Александр Андреевич, Александр Николаевич отметил как раз-таки то, что Якутии удается сохранить устойчивое экономическое развитие, чего не скажешь, может быть, о других регионах. Как вы думаете, на какие, может быть, сферы будет сделан упор в этом году, в наступающем году, но и в будущее время? Ну, я думаю, что какие-то сферы нашей жизни и деятельности, они переходят от послания к посланию. Безусловно, тема повышения качества жизни – это у нас самая тема, которую мы больше всего обсуждаем, о которой мы больше всего думаем. Ну и в частности, у нас есть такая застарелая проблема – это аварийное ветхое жилье. И, к сожалению, вот на этом фронте, мы тоже в «передовиках», в кавычках, конечно, у нас слишком большой фонд такого жилья. Вот, особенно по улусам, иногда тут просто удручающее впечатление производят. Поэтому, наверняка, на этом направлении тоже будет сосредоточено внимание, и мы будем продолжать этим заниматься. Вот, и, ну, кроме того, безусловно, что и сельское хозяйство постоянно внимания будет, поскольку это большая часть населения у нас проживает еще на селе. Вот, в том числе, традиционные отрасли, в этом году тоже мы много обсуждали эту тему, направление развития этих отраслей. Ну, безусловно, медицина, она тоже будет продолжающейся темой, я думаю, что на это тоже Асин Сергеевич может обратить внимание. Вот, потому что сегодня, допустим, мы прикоснулись к так называемой цифровым технологиям в медицине, да, или телемедицине. Хотя, на самом деле, мы уже с 90-х годов эту задачу начали решать и вполне успешно проводили телемосты из нашего медцентра, Центра национальной медицины с московскими институтами. Вот, но так, чтобы дотянуться до каждого жителя республики, эта проблема еще нас ждет впереди, решение этой проблемы ждет впереди. Вот, и этим будем мы заниматься. Ну, в частности, вот сейчас опять обсуждали тему Арктического центра телемедицины, потому что, ну, эти технологии мы еще в 94-м году видели на Аляске, в Канаде, на севере, в северных районах. Вот, а мы сейчас вот до этого доходим, ну, потому что у нас связь дотянулась туда. Вот, поэтому, чем дальше будут развиваться вот эти вот оптоволоконные наши темы, вот, тем больше мы будем входить в эту вот атмосферу. И вот Анна Тимофеевна уже заметила о том, что нам нужно вести постоянное наблюдение. Вот, хорошо было бы это со дня рождения, и до взрослой жизни человека мы бы ввели такое наблюдение за ним. То есть, постоянно бы накапливаться информация. Техник сегодня позволяет это сделать, безусловно. Вот, и следить за развитием заболеваний, или там возникновение заболеваний, предупреждать их, какие-то наследственные, может быть, есть причины. Ну, и так далее. Поэтому, ну, думаю, наверное, что-то будет действительно о участии в этой военной операции. Тоже наверняка будут какие-то данные будут основные наши политические взгляды и решения, которые республика будет принимать и осуществлять вот в следующем, 23-м году. Ну, поживем, увидим. Ну, вот в последние годы активное развитие у нас получает креативная экономика. То есть, у нас и кинематограф развивается, и сфера IT, и свои собственные какие-то разработки. Может быть, в этом секторе будет у нас какой-то рост, может быть, будем ожидать акцент на этом направлении? Ну, безусловно, это направление, оно очень существенно сегодня становится. Особенно, конечно, радуют наши кинематографы, ребята, которые этим занимаются, безусловно. И последняя вот победа, которую одержали на фестивале, кинофестивале. Вот. Это очень интересно. И потом развивается документальное кино, тоже очень интересно. Ну, у нас один из, как бы, не то, что родоначальник, а один из первенцев. Это Максим Арбугаев, который сделал там «Генезис-2», сделали кино и много интересных вещей. Вот. И сегодня они продолжают работать. Вот, безусловно, это хорошее направление. Но то, что касается IT, ну, я тут такое предчувствие, есть какого-то взрывного характера произойдет процесс. Потому что сейчас все больше и больше людей начинают понимать и ощущать всю прелесть этой цифровых технологий. Вот. И они сейчас будут проникать во все наши области жизни. Ну, взять хотя бы даже вот портал госуслуг. Насколько стало проще сейчас оформлять различные документы, как-то обустраивает нашу жизнь, когда он появился, этот портал. И он дальше развивается и развивается теперь. Вот. Поэтому вот такого взрывного характера будут, наверное, технологии, именно связанные с информационными. Ну, плюс появился квартал труда. Это такое пространство как раз-таки для креативного развития. Что поспособствует, наверное, как раз-таки производству большего числа своих продуктов. И особое место начинает занимать вопрос импортозамещения в условиях санкции. Поэтому действительно вот в этой структуре нам как-то придется туда встроиться и действительно расти вместе со всей Россией, развиваться именно в этих направлениях креативных. У нас остается буквально 20 секунд до начала трансляции. Ну, буквально последнее ожидание. Давайте, может быть, озвучим. На чем еще в этом году сделает акцент, Сан Сергеевич, как вы считаете? Ну, я думаю, что также будут затронуты вопросы занятости, которые немножко в связи с тем, что многие работники были мобилизованы. Они, вот эти вот специалисты, их рабочие места, как это будет замещаться. И вообще, как будет проводиться миграционная политика, какие у нас будут выстраиваться отношения с нашими соседями, которые по нашему Евразийскому союзу. Вот, поэтому вот эти вот вещи, плюс еще, конечно же, борьба с бедностью, которая была объявлена недавно нашим президентом Владимиром Владимировичем Путином. Думаю, что вот эти вот вопросы в той или иной мере, как составные части повышения качества жизни каждого якутянина, будут затронуты в послании нашего главы, Айтина Сергеевича Николаева. Ну, я думаю, нам пора переместиться в Дом правительства. Буквально через несколько секунд начнется послание главы республики, госсобраний УЛТМН и общественности. Но уже после послания мы вернемся в нашу студию и уже обсудим то, что сказал Айсен Сергеевич Николаев. Айсен Сергеевич Николаев. Айсен Сергеевич Николаев. Айсен Сергеевич Николаев. Глава республики Сахаевутия Айсен Сергеевич Николаев. 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 Муниципалитеты также в ЦИЦЛ помогают всеми. Оказание всех мер поддержки федеральных, республиканских находится на моем личном контроле. Со всеми семьями есть постоянная связь. Для этого в районах созданы телеграм-группы. Есть правительственная группа, куда поступают заявки от районов для оперативной отработки. Действуют муниципальные штабы всероссийской акции помощи «Мы вместе». Общественное движение «Якутия с тобой» объединило тысячи неравнодушных якутян, они отправляют в зоны специальной военной операции, посылки с Родины. Я искренне благодарю каждого, кто не остается в стороне, кто своим участием, своей душевной теплотой и поддержкой оберегает наших ребят. Для всех нас крайне важно, чтобы у бойцов была уверенность, что родная республика не оставляет без внимания и заботы их семьи, пока отец, сын или брат исполняет свой воинский долг вдалеке от Родины. Эта народная волна сплоченности и поддержки еще раз подтверждает, что вместе мы сильны и любые испытания мы пройдем с честью. Из испытаний, через которые мы прошли за последнее время, извлечено немало уроков. Они не стали поводом для депрессии или растерянности, а дали старт поиску новых решений, мобилизации новых ресурсов. В нашей памяти надолго останется лето 2021 года, когда на борьбу с огненной стихией стали тысячи якутян, на помощь республике пришли огнеборцы из многих регионов, силы МЧС, российской армии. В своем послании год назад я поставил задачу не допустить больше повторения этой ситуации. И поставленная задача выполнена. Такой результат достигнут благодаря решениям президента и правительства страны нашей совместной работе с Минприродой и Рослесхозом. В этом году финансирование охраны лесов в Якутии из федерального бюджета возросло в 5,5 раз до 1,6 млрд рублей, а расходы республиканского бюджета почти в 2,5 раза до 912 млн рублей. В итоге вдвое увеличилась численность работников лесопожарных формирований, в 4 раза увеличилось время авиапатрулирования. Создана аэромобильная группировка службы спасения, новое авиаотделение охраны лесов в Тампонском, Верхнеколымском, Аймеконском районах. Противопожарные службы получили свыше 170 единиц тяжелой техники. В результате, по сравнению с 2021 годом, число лесных пожаров уменьшилось в 3 раза, а пройденная огнем площадь в 14 раз. Подготовка к пожароопасному сезону 2023 года уже началась. Основной упор мы делаем на упреждение пожаров, оперативность реагирования, в том числе путем увеличения охраняемой площади. Работа по увеличению зоны обслуживания, созданию новых авиаотделений совместно с Минприродой России и Рослесхозом будет продолжена. В этом году испытала нас на прочность и водная стихия. В Верхоянском, Кобельском улусах летний дождевой паводок подтопил территорию 11 сел, более 440 жилых домов, в которых проживало свыше 3000 человек. Пострадало более 70 социальных объектов, объектов ЖХ, дорожного сельского хозяйства. Несмотря на сложные условия короткого северного лета, труднейшую логистику, когда все стройматериалы завозились вертолетами, общими усилиями удалось восстановить объект. Люди получили помощь, чтобы привести в порядок дома, подготовиться к зиме. Дети из зонного дня отдохнули в летних лагерях, пожилые люди прошли реабилитацию в оздоровительных центрах. Впервые в России пострадавшие получили выплату материальной и финансовой помощи через единый портал государственных услуг, без проволочек, оперативно и в полном объеме. Пользуясь возможностью, я хотел бы поблагодарить всех, кто по долгу службы или по велению сердца в трудную минуту пришел на помощь людям. В начале года мы пережили очередную волну коронавируса, вызванную штаммом омикрон. Заболеваемость росла настолько быстро, что потребовались неординарные меры. В кратчайшие сроки в Якутске в споркомплексе «Триумф» был развернут центр неотложной помощи, через который прошло свыше 16 тысяч человек. Такой же центр у нас был открыт в Мирном. В районах были задействованы мобильные медицинские комплексы на базе автомобилей «КамАЗ». Опасная волна отступила благодаря слаженным действиям, благодаря наработанному опыту медиков, Роспотребнадзора и достигнутому уровню вакцинации. Самое главное, что пандемию коронавируса мы прошли достойно. Смертность от ковида по Якутии – одна из самых низких в стране. Мы занимаем 80-е место по Российской Федерации. Это не просто цифры, это спасенные жизни тысячи тысяч якутян. За это всеми силами мы боролись все время этой пандемии. Нет ничего ценнее человеческой жизни, дороже здоровья. Это урок, который нам преподала атака коронавируса. Для коренных перемен в укреплении общественного здоровья, для концентрации ресурсов, для решения главных задач укрепления, задач в плане медицины, культуры, здорового образа жизни, в республике у нас объявлено десятилетие здоровья. Первейшая задача – это доступность медицины для каждого якутянина. За последние пять лет в районах республики у нас построено 65 ФАПов и врачебных амбулаторий, отремонтировано 124 медучреждения. В больнице получили 228 новых автомобилей, в том числе 89 машин скорой помощи. Строятся крупные объекты здравоохранения в районных центрах. В эти дни завершится строительство первой очереди больничного комплекса в Вилюйске, продолжится строительство центральных больниц в Татьте, в Чурабче, в Усть-Мае, в Моме. В 2023 году начнут строиться поликлиники в Амге, лечебные корпуса в Вилюйске, в Намцах, в Нюрбе, больничные комплексы в Мае и Сангаре. Продолжится реконструкция объектов здравоохранения города Нерингре. Такие масштабы развития медицинской инструктуры у нас в республике достигнуты впервые в истории. Мы делаем огромный шаг для дела сбережения человека и его здоровья. Настоящим прорывом в высокотехнологичной медицине стало открытие кардиососудистого центра в Якутске. Аналогов в нем на Дальнем Востоке нет. Теперь жителям республики доступна помощь при самых тяжелых заболеваниях сердца и сосудов. В 2023 году будет введен онкологический центр в городе Якутске, оснащенный по мировым стандартам. Я поручил правительству республики начать строительство также центра ПЭД-диагностики, оснащенного позитронно-эмиссионным томографом, сводом в 2024 году. Это позволит пациентам проходить глубокую диагностику, не выезжая за пределы Якутии. Есть подвижки в улучшении инфраструктуры здравоохранения арктических районов. Но в реалиях Арктики проблемы доступности медицины здесь требуют неординарных решений. С 2023 года начнет внедряться новая модель медицинской помощи в арктической зоне республики. В основе этой модели – сочетание телемедицины и выездной работы врачей-специалистов. Создается региональный центр мобильных бригад. Кроме выездной и дистанционной медицинской помощи будет организован непрерывный диспансерный мониторинг состояния здоровья жителей Арктики. Ключевая задача, чтобы люди в арктических районах получали помощь врачей, узких специалистов, не только в экстренных случаях, а на постоянной системной основе. Уроки пандемии, уроки всех испытаний учат нас не расслабляться, не отпускать ситуацию на самотек, учат быть ответственными как власти, так и обществу. Учат принимать решения для быстрого и результативного решения проблем. Уважаемые коллеги, более двух лет назад жесткими вызовами мировой пандемии ковида столкнулась экономика республики. Меры поддержки, принятые на федеральном и республиканском уровне, и, безусловно, огромный труд бизнеса, наших предпринимателей, всех якутян, позволил нам не только устоять, но и добиться серьезных успехов во многих отраслях. В этом году западные страны ввели против России беспрецедентные по своим масштабам экономические санкции. Ни одно государство в мире не сталкивалось еще с таким противодействием. Сейчас каждый регион выстраивает новый диалог с инвесторами, уточняет приоритеты развития, корректирует бюджетную политику, чтобы в конечном итоге обеспечить стабильный рост дохода и качество жизни своих жителей. В этих непростых условиях экономика республики сохраняет устойчивость. Для этого у нас есть надежная опора, наработанная за последние годы. Мы набрали впечатляющие темпы экономического роста. Сегодня по праву являемся локомотивом опережающего развития Дальнего Востока. Мы лидируем в Дальнем Востоке с объемом валового регионального продукта в триллион 622 миллиарда рублей в 2021 году. И в этом 2022 году рост валового регионального продукта оценивается на уровне не менее 8%. Четвертый год подряд мы обновляем исторические максимумы добычи золота, угля, нефти, газа. Промышленный рост за 11 месяцев с начала года составил 112,2%. Это один из лучших показателей по всей стране. За пять лет в экономику республики инвестировано свыше полутора триллионов рублей. Это максимум среди дальневосточных регионов. Промышленные гиганты – компания «Алроса», «Эльгауголь», «Колмар», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром», «Полиметал» и другие реализуют на территории Якутии проекты мирового масштаба. Среди крупнейших – это запуск магистрального газопровода «Силы Сибири» от Чаиндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Введены в эксплуатацию восточный блок Среднеботобинского нефтегазоконденсатного месторождения в Мирненском районе. Компания «Алроса» начала разработку верхнемунского алмазного месторождения. В целом, компания «Алроса», сохраняя свой потенциал, выполняя все свои производственные бюджетные планы, начинает долгожданное строительство подземного рудника «Мир Глубокий», который обеспечит на свыше чем полувека дальнейшее развитие города Мирного. В Южной Якутии крупнейшие угольные проекты компании «Колмар» создали 5800 новых рабочих мест и вдохнули новую жизнь в город Нерингре. Мощнейший импульс получил освоение Эльгинское месторождение. Компания «Эльга Уголь» сегодня строит Тихоокеанскую железную дорогу к Охотскому морю с морским портом в Хабаровском крае. Начата разработка новых месторождений Севаглинского железнорудного в Нерингринском районе, серебра вертикальное в Кобейском области. На базе месторождений железной руды, золота, урана и апатитов будет создан Алданский промышленный кластер. В Тампонском районе компании «Полиметалл» введена крупнейшая золотодобывающая горнообогатительная фабрика на Нежданинском месторождении. В Арктике создается Кючуйский горнопромышленный кластер на базе золоторудного месторождения Кючуйс и месторождения Олова. Выход кластера на проектную мощность запланирован до 2030 года. Планируется ежегодно добывать до 10 тонн золота и 5000 тонн олова. Значимость этого проекта еще и в том, что он предусматривает создание транспортной и энергетической инфраструктуры, которой будут пользоваться жители и вся социальная сфера. Такой комплексный подход необходим ко всем проектам в Арктике, чтобы развитие промышленности становилось надежной основой улучшения жизни живущих там людей. Промышленный рост позволяет получать дополнительные бюджетные доходы. В 2023 год мы вступаем с прогнозным объемом по доходам в 272 миллиарда 900 миллионов рублей. Это на 45% больше, если сравнивать с бюджетом 2018 года. В непростых экономических условиях мы сохраняем традиционную социальную направленность бюджета республики. Уверен, именно сейчас это нужно как никогда. Все социальные обязательства, все меры поддержки якутян, включая помощь военнослужащим и их семьям, обязательны к исполнению. Я благодарю парламент республики за поддержку, за большую работу по принятию бюджета. Рассмотрено свыше 600 поправок, за которыми стоят запросы жителей наших районов, жителей республики, предприятий, отраслей. В течение будущего года работа по бюджету продолжается, и мы также будем использовать все возможности для его наполнения. Еще раз хочу подчеркнуть, коллеги, что рост экономики Якутии все больше начинает приобретать общенациональное значение. За последние годы создан мощный запас прочности, который позволит нам не только сохранить устойчивость в условиях санкций и мирового кризиса. Мы готовы выполнять важнейшую, я бы даже сказал, историческую миссию – обеспечивать надежный экономический тыл всей страны в это крайне непростое время. Безусловно, для дальнейшего увеличения вклада республики в экономику страны необходимо высокими темпами решать важнейшую задачу – создавать современные транспортные и энергетические каркасы республики. Реальность такова, что сегодня энергосистема и транспортные коридоры, сформированные под потребности экономики 60-70-х годов прошлого века, они все больше и больше становятся тормозами для нашего развития. Для полноценного вовлечения в хозяйственный оборот месторождения республики мы ставим сегодня вопрос создания сквозного проезда из Восточной Сибири к Охотскому морю через Якутию и Магаданскую область. Строительство автодороги Яна до проектированного морского порта Найба с выходом на Северный морской путь объединит в единый комплекс месторождения всего северо-востока Якутии. Модернизация восточного полигона Бама – важнейший для республики жизнедорожный переход в Желиндом-Махе в Амурской области, который сократит путь для якутских грузов по Баму и Трансибу на 2000 км. Перспектива строительства в дальнейшем железной дороге от Нижнего Бестяха до Магадана. Все эти проекты новых транспортных коридоров возникают как ответ на вызовы глобальных изменений. По поручению президента к 2030 году должно быть обеспечено круглогодичное бесперебойное сообщение по федеральным дорогам Лена, Вилюй и Колыма. Ключевой проект здесь, конечно же, это Ленский мост. Его строительство – это вопрос прямой эффективности огромных инвестиций за многие годы уже вложенных в транспортную инфраструктуру северо-востока страны. Проект включен в пятилетний план дорожной деятельности страны, одобрено предоставление инфраструктурно-бюджетного кредита. Впервые строительство Ленского моста получило сейчас отражение в федеральном бюджете на трехлетний период. С учетом новых реалий пересмотрена проектная документация моста для оптимизации затрат, замены материалов и оборудования на отечественное и из дружественных стран. Подготовительные работы на левом берегу полностью выполнены. Проектирование основного этапа моста завершено и ведется согласование для загрузки на государственную экспертизу. Промышленный рост требует и новых источников генерации электроэнергии. Имеющейся мощности сейчас уже не хватает для текущих наших потребностей. В этих целях в нефтегазоносной и алмазодобывающей Западной Якутии планируется строительство электростанции в городе Ленска на 550 мегаватт, в том числе и для нужд восточного полигона БАМА. В Южной Якутии действующая нирюнгринская ГРЭС будет расширена на 430 мегаватт, а в городе Якутске планируется строительство второй очереди Якутской ГРЭС-2 мощностью 160 мегаватт. В условиях нашей республики особенно актуально использование возобновляемых источников энергии, и мы это направление активно сейчас развиваем. Корпорацией Росатом принято решение будет строиться атомная станция малой мощности на 110 мегаватт в Устьянском Улусе. Росгидро строит в трудноступных арктийских районах гибридные энергокомплексы. Шесть из них уже введены, в том числе самая крупная в мире станция на солнечных батареях за полярным кругом Селехану. В целом до конца 2024 года будет введено 72 таких энергокомплекса. Эффект этого инновационного проекта не только в ощутимой экономии на дизельном топливе. Его реализация существенно снизит негативное влияние от выработки электроэнергии на экологию Арктики. И этот эффект для нас тоже исключительно значим. Здесь я хотел бы отметить, что вопросы природоохранной повестки – это постоянная тема нашего взаимодействия с промышленными компаниями. С каждым годом экологические инвестиции крупных предприятий растут. Общий объем финансирования корпоративных программ по охране окружающей среды в этом году составил 10 миллиардов 335 миллионов рублей. В любых обстоятельствах, в условиях беспрецедентных изменений в новой геополитической реальности Якутия будет поддерживать повестку экологической сохранности и повестку устойчивого развития. Тем более сейчас, когда роль и ответственность нашей республики в развитии российской Арктики и Дальнего Востока только возрастает. Поэтому, заявляя на федеральном уровне проекта республики, мы руководствуемся поручениями президента страны по развитию инфраструктуры для подъема экономики всей страны. Буквально несколько дней назад в Совете Федерации мы представили инициативу о новой редакции стратегии пространственного развития России. Суть наших предложений в том, что в условиях глобального разворота на восток надо практически вычертить на карте страны новые транспортные коридоры, современные энергетические мощности, линии электропередач и в кратчайшие сроки направить усилия государства, усилия бизнеса на создание не догоняющей, а опережающей инфраструктуры развития. Для республики это ключевая задача на ближайшие годы, и для ее достижения мы будем создавать все условия для инвесторов, консолидируя все возможные ресурсы. Уважаемые коллеги, сегодня наша страна испытывает колоссальное давление Запада, поставившего себе цель полной изоляции России, исключением нас из мирового рынка технологий и инфокоммуникаций. В этой ситуации очевидно, что ставка на цифровизацию всех сторон жизнедеятельности и экономики республики была совершенно оправдана. На огромной территории Якутии создана и развивается устойчивая инфокоммуникационная сеть. Благодаря совместной работе с операторами связи с 2012 года построено 13 тысяч километров волоконно-оптических линий связи. Только в этом году проложено 3 тысячи километров, в том числе за полярным кругом в Оленьке и Аннабаре. В итоге этой огромной работы 91% жителей Якутии сегодня имеют доступ к высокоскоростному интернету. Но на достигнутом мы не останавливаемся, мы работаем дальше. 4 октября подписано соглашение с Минцифрой России о реализации проекта «Синергия Арктики». По проекту в три этапа до конца 2025 года будет построено оптоволокно протяженностью 7 тысяч километров. Самая протяженная в мировой Арктике линия соединит в единую инфокоммуникационную сеть всю арктическую зону Якутии и соседних регионов с выходом на трансарктическую подводную линию связи «Полярный экспресс». Жители 86 труднодоступных арктических поселков получат быстрый интернет и надежную мобильную связь, а значит и новое качество жизни. В республике сегодня сформирована единая инновационная экосистема, ядро которой составляет технопарк Якутии, IT-парк, венчурная компания Якутии, наши вузы, институты развития. В республике неотъемлемой частью экосистемы станет открывшийся в ноябре первый на Дальнем Востоке креативный кластер «Квартал труда». Центром подготовки кадров для креативных индустрий становится Арктический государственный институт культуры и искусства. Только в IT-парке создано более тысячи рабочих мест, привлечено 420 миллионов рублей инвестиций, общая выручка резидентов составила 5 миллиардов рублей. Через акселляционную программу фонда развития инноваций прошли 48 стартапов. Технологический продукт якутских IT-компаний вышел на российские и мировые рынки. Мы являемся безусловным лидером Дальнего Востока по экспорту IT-услуг, а по итогам 2021 года заняли 9 место в стране. Сейчас в условиях санкций и высокотехнологичных отраслях наработанные компетенции должны быть обращены на решение актуальных практических задач. В том числе это импортозамещение в первую очередь в цифровой сфере, от разработки программного обеспечения до внедрения сервисных продуктов в отраслях экономики, в госсекторе, в жизнеобеспечении. Это внедрение искусственного интеллекта в образование, здравоохранение, в общественную и экологическую безопасность. К практическую плоскость должны перейти деятельность научно-образовательного центра мирового уровня «Север-Территория устойчивого развития». Изыскание и разработки, технологический продукт участников центра во всех пяти регионах-партнерах необходимо внедрять в реальные секторы экономики, в производственную деятельность промышленных компаний и в социальную сферу. Все, что республика вложила в поддержку инноваций, должно уже приносить отдачу. А самые жесткие вражеские инсанкции должны стать самым сильным мотиватором для этого. У нас есть замечательный пример компании «Хатутен», которая приняла такой вызов и в кратчайшие сроки запустила производство инновационного продукта двойного назначения, энергосберегающих укрывных покрытий и амбунирований. Так надо действовать, делать то, что прямо сейчас больше всего нужно для людей и для страны. Еще один вызов сегодня – это продовольственная безопасность. Напомню ситуацию, когда весной этого года на фоне резкого падения рубля были приняты оперативные меры, чтобы снять ажиотаж и не допустить взрывного роста цен на продукты. Конечно, это была лишь временная ситуация, но она наглядно показала значимость продовольственной безопасности. И сейчас мы с еще большей остротой ставим вопрос повышения производства местной сиркозпродукции как ключевой задачи аграрного сектора Якутии. Многие годы в аграрный сектор республика направляет колоссальные ресурсы, и это всегда было нашим приоритетом. Благодаря такому подходу республика в самые непростые времена сохранила аграрное производство как основу уклада жизни народа Саха, коренных народов Севера. Благодаря этому сегодня Якутское село живет и развивается, стремясь к современным стандартам жизненных условий. Мы продолжаем наращивать объемы поддержки сельского хозяйства. Финансирование отрасли увеличилось с 10,5 млрд. в 2018 году до беспрецедентных 14,2 млрд. рублей на 2023 год. Увеличилось субсидирование сельхозтоваропроизводителей. К примеру, только личным подсобным хозяйством, видя субсидии на маточное поголовье, напрямую в этом году направлено 1,3 млрд. рублей. Но, несмотря на постоянный рост господдержки, объем валовой продукции сельского хозяйства растет не так, как ожидалось. С 2018 года всего лишь на 8%. Темпы роста самообеспеченности собственными продуктами также остаются практически без большой динамики. При этом растущий спрос и растущие цены говорят о большой емкости продовольственного рынка, который нужно максимально насыщать местной продукцией. В Минсельхоз Республики сейчас должен действовать как штаб обеспечения продовольственной безопасности. А вместо этого он никак не может отойти от уже застарелых принципов работы, которые в конечном итоге сводятся лишь к распределению финансовых средств. Причем без связи эффективности субсидий с реальным производством продукции. Практически аналогично у нас идет работа, к сожалению, и на муниципальном уровне. Порой бывает такое впечатление, что нет никакой инициативы, а есть только заинтересованность в получении финансов. Отсутствие инициативы в принятии управленческих решений видно даже на примере кормозаготовок, когда любая аномалия погоды, будь то засуха, будь то дождь, всегда ведет к парализации организации сельхозработ. Так и получается, что денег все больше, а результаты в виде качественных продуктов по приемлемым ценам на столах якутян, к сожалению, нет. В этой связи правительству, Минсельхозу, сельхозтоваропроизводителям надо усиливать эффективность меры господдержки в части увеличения производительности продукции. Необходимо развитие товарных производств, причем не только с точки зрения увеличения объемов производства, но и расширения ассортимента продукции. Необходим качественный рывок, который может состояться только на современных производственных мощностях. Я поручаю агентству привлечения инвестиций и поддержки экспорта обеспечить запуск сельхозпроектов нового технологического уровня с выходом продукции в промышленных объемах уже в 2023-2024 годах. В целях улучшения самообеспеченности продуктного питания, конечно же, надо поддерживать развитие скороспелых отраслей. Для этого прошу предусмотреть займы сельхозтоваропроизводителям, частным лицам через фонд поддержки АПК на разведение скороспелой живности. Уверен, что при должной поддержке, должной организации можно достичь быстрого выхода качественной продукции, которая будет пользоваться спросом у якутян. Ведь все, что производится аграриями Якутии, это продукт высочайшей ценности, своими пищевыми качествами, экологической чистотой, ну и, конечно, родным для всех нас вкусом. Пользуясь возможностью, я хотел бы сказать слова искреннего уважения и благодарности нашим селянам. Несмотря на все трудности последних лет, ковид, пожары, сложную кормозаготовку, люди работают. Работают самоотверженно, так как, наверное, не может себе представить городской житель. Все мы, якутяне, испытали искреннюю гордость, когда именно в день республики 27 апреля Владимир Владимирович Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Владимиру Африкановичу Михайлову, Дойру с ХПК Крестях Сунтарского Улуса. Я уверен, что это высокое признание заслуг всех тружеников села нашей Якутии. Уважаемые коллеги, три прошедших года в полной мере проявили огромный вклад в благополучие жителей республики со стороны предпринимательского сообщества. В эти годы сложилась сложная ситуация, вызванная сначала ковидными ограничениями, затем санкционными ограничениями. Это все потребовало от власти гарантии снижения предпринимательских рисков и расширения мер поддержки. Ответом на принятые меры стала возросшая предпринимательская инициатива в сложнейших условиях экономической нестабильности. Численность якутян, занятых в малом бизнесе, увеличилась за эти годы более чем на треть, до 122 тысяч человек. Это четверть всех занятых в нашей экономике. А по числу самозанятых республика входит в тройку лидеров на Дальнем Востоке. Кроме налоговых льгот и льготных займов, по инициативе предпринимателя сегодня снижена тарифная нагрузка на бизнес. В этом году законом установлены льготные тарифы на коммунальные услуги для них. Для желающих расширить свой бизнес постепенно снимаются административные барьеры. Вместе с тем, я считаю, что потенциал дерегулирования и смягчения контроля все еще огромен. Я поручаю правительству республики сократить так называемый путь инвестора от подачи заявки до регистрации объекта недвижимости не менее чем на 35%, на 260 дней. Необходимо в кратчайшие сроки запустить единый портал по автоматизации услуг тех присоединения, максимально сократить все процедуры для инвесторов. Важнейшая задача, которая ставилась многими руководителями республики, но все еще остается нерешенной, это налаживание системы закупок производственных предприятий у малого бизнеса и агропромышленного комплекса Якутии. Здесь огромный потенциал для гарантированного спроса, и он должен быть реализован в пользу наших предпринимателей. Поэтому на следующий год я устанавливаю критерии эффективности для каждого члена правительства по заключению долгосрочных контрактов предприятий и курируемых отраслей с субъектами именно малого бизнеса Якутии. Также считаю необходимым расширить поддержку предпринимателей именно в сельской местности. Для этого прошу правительства совместно с Государственным собранием «Илтумэн» разработать и принять закон о территориях развития местного производства, чтобы уже в следующем году этот механизм у нас заработал. В качестве пилотной территории предложены долины Оркены с проектами в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и туризме. Рассматриваются также проекты в Намском, Горном, Мегино-Кангаласском улысах. Новый механизм поддержки местного производства должен также заработать в Арктике, в наших традиционных отраслях – оленеводстве, рыболовстве. Основные критерии – предпринимательская инициатива, готовность к финансовому закрытию проектов и, конечно же, заинтересованность и поддержка местных администраций. Недавно мы обсудили вопросы развития туризма в нашей республике с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Республика – потенциал у нас огромный, но нужен ощутимый прорыв в создании туристической инфраструктуры в республике. Это касается как крупных проектов строительства гостиниц, аэропортов, дорог, так и небольших туристических маршрутов. Для такого прорыва не менее важным фактором, чем инфраструктура, должна стать культура гостеприимства. Уверен, наши предприниматели максимально заинтересованы в высоком уровне предоставляемых ими услуг. Но борьба одних за достойный сервис может быть подпорчена низким качеством услуг у других, что, к сожалению, у нас нередко еще бывает. Министерству предпринимательства и развития туризма необходимо определить единые стандарты индустрии гостеприимства, развернуть здесь массовое обучение предпринимателей. Ставлю задачу к 2024 году добиться включения в федеральную программу туристического кэшбэка «Мир» не менее 10 объектов гостеприимства республики. Реальным сектором малопредпринимательства становится сегодня креативная индустрия, где уже сегодня занято более 45 тысяч человек. Для привлечения креативных людей важна среда для творческого развития. С этой целью мы открываем центры цифрового обучения детей, расширяем систему работы с талантами. Важный аспект – это создание правовой базы для стимулирования творческих отраслей. Я благодарю народных депутатов за поддержку законопроекта о национальной кинематографии. Большой шаг сделан также в развитии инфраструктуры для творчества. При поддержке полномочного представителя президента страны на Дальнем Востоке Юрия Петровича Трутнева создан креативный кластер «Квартал труда» площадью 14,5 тысяч квадратных метров. Здесь есть все условия для производства творческого продукта в сфере анимации, кино, медиа, дизайна для создания цифрового контента. Уже заключены соглашения с 70 резидентами, а через год их число должно удвоиться. Я всегда искренне горжусь, когда достижения нашей республики отмечаются на общероссийском уровне. И 1 декабря Якутия объявлена победителем номинации «Креативный регион года» российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Расцениваю это как высокую оценку таланта якутян, их стремление творить и дарить радость людям. И, конечно, это оценка потенциала Якутии в создании новой креативной индустрии России, основанной на нашем богатейшем культурном наследии. Уважаемые коллеги, изменения, которые произошли и происходят сейчас, самым серьезным образом меняют наши стратегии, выводят на передний план задачи общенационального характера. Участвуя в их решении, мы обязаны держать приоритеты качества жизни людей в республике. Здесь и сейчас и никоим образом не допустить стагнации в развитии инфраструктуры для жизни. В числе таких приоритетов повышение мобильности якутян, связанности территории Якутии всеми видами транспорта. С 2018 года эту задачу мы поставили как ключевую. Результаты есть и они достигаются при огромной беспрецедентной поддержке федерального центра. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» вышли на рекордные темпы ремонта и строительства автомобильных дорог. С 2018 года они возросли более чем в два раза. Построено 2,5 тысячи километров дорог и 47 мостов. В этом году рекорд у нас снова обновлен. Введено 582 километра дорог и 7 мостовых переходов. Завершено долгожданное асфальтирование федеральной автодороги Колыма от Нижнего Бестяха до Чурабчи. Впервые в республике построен четырехполосный участок региональной дороги Якутс-Намцы из Якутска до Сырдаха, соответствующий всем параметрам дорог второй технической категории. Открыт мост через реку Аллахюнь в Усмайском районе, который связал круглогодичным сообщениям поселки Эль-Ликан, Солнечный и Югорёнок. В наступающем году темпы дорожного строительства у нас снижаться не будут. Начались работы на автодороге УМНАС от поста ГАИ в Якутске до Владимировки. Продолжится реконструкция участки автодороги Нам со стороны Мархи. Планируется ввод четырех мостов в Ленском, Тампонском и Аймеконском районах. Горожан и гостей столицы в этом году, конечно же, волновали темпы реконструкции проспекта Ленина в городе Якутске. Работы по первому этапу завершены. Открыто сквозное движение по временной схеме. Полная реконструкция главной магистрали столицы должна быть завершена до 31 октября следующего года. Я прошу окружную администрацию Якутска обеспечить открытие проспекта точно в срок. В целом, все дорожные работы должны проводиться, не создавая лишних проблем для людей, не нагнетая социальную напряженность. Полностью необходимо исключить отставание от графика, как это было допущено по семи объектам в этом году. Я поручаю Минтрансу Республике обеспечивать завершение работ по всем дорогам строго в установленные сроки. Это персональная ответственность по исполнению данного национального проекта. С развитием дорожной сети должно улучшаться качество пассажирских перевозок. Большая проблема морально и физически устаревший автобусный парк и в столице, и в других городах и поселках нашей Республики. В этом году, к столетнему юбилею Республики, приобретено 100 новых автобусов на газомоторном топливе для города Якутска и трех межмуниципальных маршрутов. Обновление общественного автотранспорта надо продолжать, в том числе с переводом транспорта на газомоторное топливо. Поручения по этому вопросу были даны давно, приняты меры поддержки, включая субсидии на расширение газозаправочной инфраструктуры. Но работа здесь идет недопустимо медленно. Надо ускоряться, перевод транспорта на экономичное и экологичное топливо должен вырасти в разы. В прошлом году в своем послании я поставил перед правительством задачу кардинально улучшить ситуацию с льготными авиаперевозками. Здесь сделано немало. Финансирование программы субсидирования полетов между якутскими и арктическими нашими поселками увеличено более чем в 10 раз до 600 миллионов рублей. Северяне получили возможность летать по льготным билетам круглый год без возрастных ограничений. Стоимость субсидированных авиабилетов снизилась в среднем на 60%. С начала года уже более 34,5 тысячи человек воспользовались правом на эти льготы. Для сравнения, в прошлом году ими воспользовалось только 4,5 тысячи человек. Жители арктических улусов часто мне пишут, говорят, что наконец-то почувствовали реальное внимание к своим заботам, получили реальную возможность летать по своим делам в столицу и дальше по стране. Я считаю, что крайне важно и дальше не на словах, а на деле поддерживать людей, которые живут и трудятся в сложнейших условиях Якутской Арктики. Поэтому я прошу правительства сохранить достигнутый уровень субсидирования арктических авиаперелетов, чтобы люди с первых же дней 2023 года могли летать по льготным билетам. В этом году у нас значительно улучшилась ситуация с полетами по субсидии и в другие регионы страны. С 4 до 18 направлений расширилась полетная программа авиакомпании «Якутия» в рамках единой дальневосточной авиакомпании. К сведению, сейчас «Якутия» выполняет 45% субсидируемых дальневосточных маршрутов. Все больше людей выбирает до поезда к железную дорогу. В этом году прямыми маршрутами из Нижнего Бестяха до Владивостока и Иркутска-Благовещенска воспользовалось почти 20 тысяч пассажиров. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Обновляется и речной пассажирский флот. Вторую навигацию отработали на маршрутах из Якутска до Сангара и Олегминска скоростные судна «Валдай-45Р». В следующую навигацию ожидается прибытие теплохода «Михаил Ломоносов», который расширит туристические возможности ленских столбов. Теплоход безвозмездно передан республике из федеральной собственности. Целенаправленная работа по доступности для якутян всех видов транспорта будет продолжаться. Будем и дальше развивать инфраструктуру. В будущем году у нас должна завершиться реконструкция аэропортов в Якутск, Нерингере, Полярный, Уснера. Должно ускориться и прийти к завершению строительства жатайской судоверфи. Уважаемые коллеги, создание запаса прочности, надежного задела для улучшения условий жизни якутян – это задача, решение которой получило новое дыхание благодаря национальным проектам. Я говорю так не для красного словца, а именно потому, что благодаря им сдвинулись с мертвой точки решения острейших проблем. Проблемы эти копились даже не годами, а многими десятилетиями, не позволяя даже говорить о комфорте и благоустройстве наших городов, поселков, о доступности и качестве инфраструктуры для людей. За четыре года на реализацию национальных проектов в республике направлено 173 миллиарда рублей, в том числе 132 из федерального бюджета. Полнота и своевременность освоения этих колоссальных средств была и остается критерием эффективности для всех ответственных лиц и ведомств. С опережением графика идет программа расселения аварийного жилья, самая масштабная в стране. В городах и районах под программу построен уже 191 квартирный дом, строится еще 72 дома с вводом в 2023 году. Строятся дома для переселения из аварийных домов и в Арктике. Так в этом году введены дома в Аннабарском, Аллаиховском, Верхоянском и Оленевском улусах. На сегодня в республике из аварийных домов переехало уже в новые квартиры 23 460 человек. Более 3,5 тысяч семей получили выплаты на приобретение жилья. К Новому году новоселье справят еще около 1000 якутян в Усть-Майском, Горном, Сунтарском, Усалданском, Ленском районах и в городе Якутске. Несмотря на сложности, связанные в том числе с удорожанием стройматериалов, программа будет выполнена в полном объеме и в установленные сроки. Большая работа идет в республике по благоустройству. По двум федеральным проектам формирования комфортной городской среды и 1000 дворов Дальнего Востока в этом году благоустроено более 170 дворовых общественных территорий в 60 муниципалитетах. Это беспрецедентный масштаб, которого у нас никогда еще не было. Появились замечательные общественные пространства, которые буквально преобразили города и поселки. В их числе площади в Сунтаре, в Мае, набережные Намцев, Нюрбы, парк Верхневлюзки и другие прекрасные проекты. Но, к сожалению, о высочайшем качестве всех, без исключения объектов, говорить нам не приходится. Зачастую работы ведутся с отставанием не всегда качественно. На это обращают внимание жители, надзорные органы. У них возникают справедливые вопросы, почему двор асфальтируют чуть ли не под снег, почему качели или горка на детской площадке небезопасны для отдыха детей. Я в своих соцсетях получил уже немало таких вопросов, немало фотографий меня отправляют люди. На 2023 год у нас запланированы новые большие проекты. Например, экопарк Ортасалавалдани, благоустройство улицы Аюнска в Ленске, городской парк Валекминске. Продолжится реализация проекта «Тысяча дворов Дальнего Востока». Я прошу всех ответственно вплотную заняться с заблаговременной подготовкой проекта. Надо все обсудить обязательно с жителями, чтобы были максимально учтены реальные запросы людей. Самое главное – вовремя провести конкурсы, усилить авторский надзор, технический контроль каждого проекта, даже самой небольшой площадки или двора. Возможности, которые у нас сейчас появились по благоустройству, нельзя использовать на тепляп. Это слишком дорого обходится не только с точки зрения будущей эксплуатации, но и с точки зрения доверия людей к власти, которые отвечают за качество этих проектов. Еще одна проблема, которая начала решаться у нас в республике – это строительство систем водоснабжения в селах. По федеральному проекту «Чистая вода» построены сети водоснабжения, очистная станция в Верхневрюйске, введена КОС в Жатае. В наступающем году будут введены еще пять водоочистных станций в Бердегастяхе, Сунтаре, Бестяхе, Конголасского Улуса, Валтанцах и Амге. Продолжится второй этап строительства водозабора в Алекминске. Впервые из средств Фонда национального благосостояния привлечено 3 миллиарда рублей на модернизацию объектов коммунального хозяйства республики. Эти средства направляются на строительство котельных и тепловых сетей в Мегино-Конголасском, Таткинском, Уссалданском, Чуропчинском, Амгинском, Тампонском Улусах, на объекты водоснабжения и водоотведения города Нирингри. В Министерстве ЖКХ энергетики предприятиям жилищно-коммунального комплекса необходимо вовремя и качественно ввести все эти важнейшие объекты. Трудности будут, в том числе по замене импортных материалов и комплектующих на отечественные или аналоги из дружественных стран. Все это необходимо отработать четко и оперативно. В 2023 году Саха-Нефтегазбыт по механизму дальневосточной концессии начнет строительство четырех нефтебаз в северных районах. Прошу своевременно завершить проектные работы и начать строительство. Реализация этого важнейшего проекта позволит решить проблемы крайней изнушенности нефтебазового хозяйства в Арктике. В целом, за последние пять лет нам удалось сократить износ основных фондов коммунального комплекса. Но это сокращение пока незначительное. Это 6%. По-прежнему остается износ крайне высоким, порядка 48-49%. Минстроя России сейчас разрабатывает программу модернизации коммунальной инфраструктуры на период до 2027 года. Республика подала обоснованную заявку на 78 объектов на общую сумму 27 миллиардов рублей. Я прошу правительства обеспечить их максимальное включение в федеральную программу. Отличные результаты у нас есть по социальной газификации. Мы здесь идем на первом месте по Дальнему Востоку. Темпы газификации в этом году возросли в 6 раз по сравнению с прошлыми годами. За год компания «Сахатранснефтегаз» построен исторический максимум газопроводов свыше 230 километров. Более 2,5 тысяч семей республики уже получили газ в свои дома. По моему поручению принято решение о помощи гражданам с низкими доходами, в том числе семьям военнослужащих. Размер помощи 150 тысяч рублей. На эти деньги можно купить газовое оборудование или оплатить его установку в домах. Свыше полутора тысяч семей уже воспользовалась этой льготой. Решением президента России программа социальной газификации стала бессрочной. И теперь в ее рамках также будут подключаться медицинские и образовательные учреждения. По совместной с «Газпромом» программе газификации Якутии также начнется строительство газовых сетей в поселках Алданского, Ленского, Нерюнгринского и Алёкминского районов. Самый важный проект газотранспортной системы республики сегодня – это строительство магистрального газопровода «Козел-Сыр» в мостах 84 километра. С апреля этого года строительство началось. С вводом газопровода в 2024 году многолетняя проблема надежности газоснабжения центральной Якутии должна быть решена. Работа, которая развернулась в республике в рамках национальных проектов, федеральных программ, постепенно укрепляет устойчивость жизнеобеспечения, сдвигает в лучшую сторону качество жизни людей. Мы настойчиво работаем со всеми структурами для привлечения ресурсов в жилищно-коммунальное хозяйство, и обязательно эта работа будет у нас продолжаться. Сложнейшие климатические условия жизни у нас в Якутии должны быть компенсированы комфортом и безопасностью жилья, в качестве коммунальных услуг. В этом я вижу справедливость по отношению к нашим людям. С таким же посылом я хочу обратиться ко всем предприятиям, поставщикам коммунальных услуг. В этом году, особенно с началом зимы, стало много жалоб от людей на плохое отопление в домах, на отключение электроэнергии под видом плановых работ, большие морозы. Хочу подчеркнуть, что суть жизнеобеспечения у нас в Якутии – это бесперебойность его работы в экстремальных климатических условиях. Так всегда было, есть и так и будет. И если необходимы какие-либо работы, то они должны планироваться без всякого ущерба жителям. Качество услуг должно соответствовать высоким тарифам, по которым люди их оплачивают. Это непреложная истина. Я призываю каждую ресурсную организацию задуматься над этим, не допускать сбоев, а правительство прошу быть более оперативными и жесткими в реакции на жалобы граждан на качество предоставляемых услуг. Надежность жизнеобеспечения, своевременность снабжения является ключевой задачей улучшения условий жизни людей в Арктике. В начале наступающего года будет принят специальный федеральный закон о Северном завозе, разработанный по поручению нашего президента. Наши предложения в нем учтены. Впервые структуры управления Северным завозом, меры государственной поддержки будут закреплены законодательно. Мы со своей стороны работы в этом направлении уже начали. Благодаря поддержке Минвостока развития страны создаются торгово-логистические центры во всех 13 арктических улусах. Пять из них уже работают. В Минарктике необходимо в следующем году ввести четыре торгово-логистические центра и начать строительство еще двух. Также должен быть обеспечен контроль за сдерживанием роста цен в тех районах, где они уже функционируют. Для ускоренного развития крупных городов, промышленных центров республики, в которых проживает более половины якутян, мною изданы за последний год указы о социально-экономическом развитии города Якутска, Нерингринского, Алданского и Мирненского районов. В них планируется создать комфортную городскую среду по лучшим стандартам северных городов, повысить качество городской инфраструктуры за счет полного расселения аварийного жилья, газификации жилых кварталов, создания общественных пространств. В Нерингре, Алдане и Мирнен акцент сделан на дальнейшее развитие добывающей промышленности, развитие сервисной экономики. В столице будут создаваться новые предприятия перерабатывающей промышленности и в креативной экономике, основанной на человеческом капитале. 15 декабря президент страны заявил о решении направить на проекты развития городов Дальнего Востока 100 миллиардов рублей в виде инфраструктурных бюджетных кредитов. Мастер-планы наших городов будут участвовать в конкурсах на федеральное финансирование. В Якутске с использованием средств федеральных инфраструктурных кредитов уже развивается южная часть города. В микрорайоне «Звездный» уже в этом году будут введены первые 26 тысяч квадратных метров жилья. Начнется строительство поликлиники на 600 посещений, детского сада на 315 мест, школы на 990 мест и крытого катка с универсальным спортзалом. В добавок к самой крупной на сегодня школе на 990 мест в квартале «Прометей» начнется строительство второй большой школы в микрорайоне ДСК. Эти школы существенно снизят дефицит ученических мест и улучшат условия учебы для тысяч детей. Начнется строительство долгожданного адаптивного комплекса на месте старого здания школы-интерната номер 34 по Серегляхскому шоссе. В комплексе будет школа на 550 учащихся, детский сад на 200 мест и интернат на 350 мест с самыми безопасными, комфортными условиями для детей с ограниченными возможностями здоровья. В целом в столице к концу 2023 года будет построено 5 новых школ. Получат свою альма-матер и кадета. Это станет вкладом города в дело воспитания наших юношей в духе патриотизма, чести и верности долгу. Хорошим подарком города будет также и новый физкультурно-оздоровительный комплекс с катком-бассейном, построенный в Мархе по программе «Газпром детям», которую мы откроем буквально в ближайшие дни. В столице продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий. Темпы этих работ надо наращивать. На будущий год из республиканского бюджета на ремонт дворов Якутска направлено 150 миллионов рублей. 150 миллионов рублей предусмотрено в бюджете столицы. Я, Андрей Владимирович, прошу 150 миллионов рублей еще выделить дополнительно городу Якутску по программе «Тысяча дворов Дальний Восток». Таким образом, на благоустройство дворовых территорий столицы будет направлено 450 миллионов рублей. С учетом увеличенных с полумиллиарда в этом году до почти 900 миллионов рублей осигнований на столичные функции в следующем году – это, конечно же, рекордные цифры. И эти средства надо использовать максимально эффективно. Надо навести порядок после ремонта улиц, существенно улучшить качество очистки города, его благоустройство и санитарное состояние. Надо возобновить лучшие городские практики, такие как акция «Миллион цветов» с широким участием общественности города. Полтора года осталось до восьмых международных спортивных игр «Дети Азии». И столицы, конечно же, уже сейчас должны готовиться к их достойному приему. Правительству Республики поручено отработать на федеральном уровне вопросы софинансирования строительства спортивных и социальных объектов в Якутске, приуроченных к играм. К восьмым международным играм «Дети Азии» проявляют большой интерес регионы и представители десятков зарубежных стран. Поддержку будет оказывать и Олимпийский комитет России. Высокий уровень проведения игр должен еще раз подтвердить статус Якутии как спортивного региона России, как центра детского спорта всей Азии. В Нирнгре основная проблема, которая обозначается жителями, и которую я тоже постоянно вижу, это низкое качество здравоохранения. Решение этой проблемы, начатое с 2019 года, будет продолжено. Уже в наступающем году начнется реконструкция трех крупных зданий Нирнгринской центральной районной больницы, женской консультации, блока Б больничного комплекса, кожно-вениловийского диспансера. Реконструкция этих объектов должна существенно повлиять на качество медицины в районе. В Чульмане по программе «Газпром детям» введен физкультурно-оздоровительный комплекс «Скатком». В поселке начнется строительство здания школы номер 9. Администрации Нирнгринского района до конца первого квартала 2023 года необходимо завершить разработку проектно-сметной документации и получить положительную государственную экспертизу по данному объекту. Со следующего года также начнется газификация Чульмана и Ингры по совместному проекту с «Газпромом». Будут создаваться лучшие условия и для тружеников Алданского района. Наряду с построенным по «Газпромовской программе» физкультурным комплексом планируется реконструкция стадиона «Металлург», лыжно-биатлонной трассы. До 2030 года должно быть построено 7 объектов образования, Нижнекуранавская детская школа искусств, здание Государственного концертного оркестра Якутии. Как и во всех промышленных центрах республики, планируется привести в нормативное состояние уличнодорожную сеть и общественные пространства. Предстоит большая работа по осуществлению всех планов, которые определены этими указами. Наши крупные города и промышленные центры должны обрести новое качество, достойное вклада их жителей в развитие и процветание всей нашей Якутии. Это будет справедливо, и этому нас тоже учит история. Мы гордимся тем, что два наших города, якутский Алдан, получили высокое звание «Город трудовой доблести», как признание самоотвержденного труда якутян. Как признание самоотвержденного труда якутян в годы Великой Отечественной войны. В Якутске и Алдане должны быть установлены стеллы города трудовой доблести. Я поручаю администрации Алданского района, города Алдан, окружной администрации города Якутска обеспечить установку стелл в центре Алдана и в Парке Победы в нашей столице. Уважаемые коллеги, друзья, Столетний юбилей Республики дал нам возможность еще раз осмыслить, какой огромный путь цивилизационного развития прошли за эти годы наши предки, прошла в целом наша Якутия. Каким достойным был путь становления самосознания многонационального народа и его основополагающих ценностей. Сегодня на пороге нового столетия Республики вместе со всей страной мы отражаем атаки на наши вековые ценности, на нашу общую идентичность. И я уверен, что сейчас свои действия, свою работу мы должны направить на сбережение человеческого капитала как главной силы прогресса. Якутия, одной из первых в стране, еще почти три десятилетия назад возвела развитие человеческого капитала в ранг государственной политики благодаря инициативам нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Я убежден, что это сыграло ключевую роль в достижении впечатляющих экономических и гуманитарных успехов в новейшей истории нашей Республики. Огромную благодарность и глубочайшее уважение я хотел бы выразить от всех якутян Михаила Ефимовича Николаева, нашему первому президенту, всего 85-летия. Сегодня я с уверенностью говорю, что Якутия по праву считается одним из передовых регионов России по масштабам инвестиций в образовательную сферу. По всей Республике продолжается большая стройка школ и детских садов. Такие наступательные темпы развития инфраструктуры образования трудно увидеть в других регионах. С 2018 года в городах и районах Республики построено 36 школ, 66 детских садов. По итогам этого года будет введено еще 14 школ и 7 садиков. Все новые здания технологичные и комфортные, в них есть интернативные классы, спортзалы, развивающая и инклюзивная среда. Есть все условия, чтобы учебный процесс проходил на самом высоком уровне, независимо от того, столичная ли это школа или сельская. Огромной поддержкой стал федеральный проект по модернизации школ в рамках исполнения поручения президента страны. В этом году в муниципалитетах завершился капитальный ремонт 38 школ. В следующем году будет отремонтировано еще 57 школ. Мы существенно продвинулись в развитии внутренней инфраструктуры школ. Открыто 317 центров образования «Точка роста». Коррекционные школы оснащаются мастерскими. В сельских школах ремонтируются, оснащаются спортивные залы. 12 апреля в Актемцах открылся научно-образовательный центр «Малая академия наук». Уникальный, на самом деле, в целом для страны, который поможет тысячам юношей и девушек определиться с будущей профессией, увлечься наукой и творчеством и стать частью интеллектуальной элиты и Якутии, и всей нашей страны. В будущем году будут построены рекордные 19 школ и 6 садиков. Замечательным примером социального партнерства станет строительство поджатаем образовательного комплекса «Точка будущего» на средства благотворительного фонда «Новый дом». Это будут уникальные комплексы школы, корпусами дошкольного дополнительного образования, спортивно-оздоровительным комплексом. Будут построены учительский кампус и поселок для семей с приемными детьми. Общая площадь комплекса составит порядка 63 тысяч квадратных метров. С учетом всего масштаба инвестиций в образовательную сферу, с учетом профессионального потенциала наших педагогов, я поставил амбициозную цель – в 2024 году войти в число 15 лучших регионов страны по качеству образования. Но, к сожалению, коллеги, надо признать, что мы далеки от этой цели. Во всероссийском рейтинге Рособранадзора Республика показывает объективно низкие результаты. Если по образовательному равенству еще можно сделать скидку на нашу огромную территорию, то отставание по уровням подготовки, по функциональной громадности, я считаю, недопустимо. Мы отстаем по ряду показателей, отражающих именно качество обучения в школах. Это уже не узкие места, которые можно было бы воспринимать там как зона роста. Это внушительный дисбаланс между созданными условиями и достигнутыми на сегодня результатами. Складывается картина, что в сфере общего образования пока не произошли изменения, нацеленные на то, чтобы дети получали по-настоящему качественные и современные знания. Прошу обратить на это особое внимание Министерство образования и науки. Сложившуюся ситуацию надо принять как большой вызов и ее исправить. Необходимо совершенствовать систему управления, избавляясь от лишних, ненужных структур, от избыточного администрирования, неоправданного контроля. Крайне неэффективно, когда учитель тратит свое драгоценное время на составление бесконечных отчетов, тогда как фокус его внимания должен быть в первую очередь, конечно же, обращен на своих учеников. Образование на сегодня самая крупная профессиональная сфера, которая объединяет десятки тысяч якутян. От их мастерства и вовлеченности напрямую зависит качество человеческого капитала. И здесь важнейшей задачей руководителей образовательных учреждений должна стать мотивация педагогов к внедрению новых форм обучения, передачи ученикам передовых знаний. Конечно же, у нас есть выдающиеся результаты. В этом году единственный народный учитель России, который получил это звание от указа президента нашей страны, это народный учитель из Якутии Потапа Виктор Филиппович. Это тоже большое достижение всего от системы образования. Отдельным вопросом стоит сегодня мотивация молодых педагогов. Здесь, конечно же, нужен особый подход, особая их заинтересованность. Необходимо решать проблему нехватки педагогических кадров, расширяя систему целевой подготовки в вузах Республики и России, четко планируя те направления, которым актуально они нам нужны. Новые подходы необходимы в системе среднего профессионального образования. Экономике требуется все больше квалифицированных специалистов рабочих специальностей. Все больше растет запрос к уровню их профессиональных компетенций, с которыми выпускники уже должны прийти на производство. Надо перестраивать здесь систему обучения, ориентировать на практику, внедрять такие новые методы, как, например, демонстрационный экзамен по стандартам работодателей. Еще совсем недавно у нас бытовало мнение, что якутяне не востребованы в промышленных отраслях, что нас туда не берут. Сегодня, друзья, ситуация изменилась на 180 градусов. Дает результаты и та работа, которую мы постоянно проводим с руководством крупных компаний. Только по проекту «Местные кадры в промышленность» с 2018 года 43 630 якутян устроилось на работу в промышленные предприятия. И сейчас запрос наших крупнейших промышленных предприятий на местные кадры, он просто огромный. И счет идет не на десятки, не на сотни, а на тысячи и тысячи вакансий. Безусловно, необходимо здесь и улучшение производственной базы профтехобразования. Работа здесь идет. В субботу мы открыли новое здание Ленского технологического техникума с прекрасными аудиториями, производственными, мастерскими, лабораториями. Далее там будет построено общежитие для студентов на 350 мест. Но учитывая растущие потребности экономики в рабочих кадрах, сделанного, конечно, недостаточно. Ситуацию надо менять в корне и ускоренными темпами. По моему поручению, Министерство образования и науки должно в кратчайшие сроки разработать, а правительство принять программу капитального ремонта и оснащения колледжей республики. За пять лет надо обновить 25 учреждений среднего профессионального образования. В ответ на стремительные изменения в экономике должно более динамично перестраиваться и высшее образование Якутии. Готовить специалистов по инерции, без точного расчета их будущей профессиональной востребованности в реальном секторе. Но сегодня это просто недопустимо. Все наши вузы и наш флагман Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова должны перестроиться, сделать упор на подготовку специалистов нового качества с технологическими, инновационными компетенциями целенаправленно для отраслей нашей экономики. На это должна быть направлена единая система профориентации в связке общего и профессионального образования. Без таких шагов вся система образования будет работать вхолостую, без пользы для нашей молодежи, без пользы экономики. Коллеги, говоря открыто о проблемах образования, я ставлю задачу находить пути их преодоления, не откладывать их в долгий ящик. Время сейчас такое, что оно требует очень быстрых, оперативных и правильных результативных решений. Мы с вами все понимаем прекрасно, что на кону стоит ни много ни мало будущее нашей страны. И это будущее сейчас в руках педагогического сообщества. У нас есть многое, чтобы выйти на новый уровень обучения и воспитания подрастающего поколения. Прекрасные традиции, опыт, мастерство педагогов, главное – понимание ценности образования. 23-й год объявлен нашей стране годом педагога и наставника. В этом решении главы государства отражено признание значимости статуса педагога, преемственности и традиций российского образования. В поддержку года, объявленного президентом, я учреждаю премию главы республики Саха-Якутия в размере 100 тысяч рублей 36 педагогам-наставникам. Выбирать их будут жители муниципальных районов и городских округов в дак признания их заслуг перед обществом. Безусловно, наставничество, опыт и пример старших поколений – это важнейший фактор воспитания духовно-нравственных качеств и патриотизм у нашей молодежи. Мы по праву можем говорить о том, что в Якутии патриотическое воспитание определено важнейшим общественным приоритетом. Но сегодня мы сталкиваемся с серьезнейшей угрозой, когда есть попытки духовного отчуждения части молодежи от Родины, отрицания нашей истории, традиций и моральных ценностей. Поэтому сейчас наша задача – деятельно поддержать добровольчество, инициативы, которые учат любви к Родине, уважению к нашему наследию. Очень важно подойти к этому системно, объединяя на уровне районов всех участников патриотических движений. Поэтому для организации работы штабов Всероссийской акции «Взаимопомощи мы вместе», отделений российского движения детей и молодежи, я прошу правительства, начиная с 2023 года, выделять муниципальным районам и городским округам субсидию на конкурсной основе в общей сумме до 100 миллионов рублей. Воспитание сильных духом людей, преданных своей Родине, конечно же, исключительно роль спорта. Сегодня отечественный спорт под давлением сил, ратующих за изоляцию России, исключен, к сожалению, из международной повестки. Но ответ здесь у нас один – это больше вовлекать людей в занятия физической культурой, создавать условия для спортивной конкуренции с детского спорта до спорта высших достижений. Уважаемые друзья, нам крайне важно обращаться к своим корням, находить опору в богатом наследии культуры, в подлинности, чистоте ее ценностей. У людей должны быть все возможности приобщаться к культуре, приходить в музеи, библиотеки, посещать концерты и спектакли. Мы продолжаем строить современные здания для учреждения культуры в городах и районах. За последние пять лет в разных уголках республики открылось 39 новых домов культуры, клубов, библиотек. В этом году улусные центры республики украсили прекрасные центры культуры. В Барагонцах открылся замечательный дворец культуры Тойон-Мюрю им. Килим-Нюре. Сбылась давняя мечта нюрбинцев, да и всей Найонной республики. Построено уникальное здание Нюрбинского государственно-драматического театра. 25 декабря мы откроем в Намцах замечательный дворец культуры и духовного развития на родине великого сына нашего народа, Максима Кирыча Амосова, которому в эти дни исполнилось бы 125 лет. Еще 10 новых домов культуры открылись в этом году в разных районах республики. В следующем году мы планируем завершить стоящее 12 культурных центров, в том числе в родных селах основателей нашей республики Платона Аюнского и Сидора Бараха. Нам удалось сделать многое для продвижения культурного кода Якутии в год культурного наследия народов России в год столетий республики. Немало сделано в сохранении и популяризации нашего героического эпоса Ланхо. Создана единая система домов Ланхо с ежегодным финансированием из бюджета в 50 миллионов рублей. Признавая особую роль в сохранении и развитии национальной культуры ее хранителей, мы учредили ежемесячную стипендию для семьи Ланхосутов, семьи Запивала Сухая и семьи народных кузнецов. Большим подарком к столетию республики стало переиздание полного собрания эпоса Нюргун-Батру «Стремительный» на якутском языке. Настоящим бриллиантом в череде замечательных событий столетия Якутской АССР предстала великолепная постановка оперы Нюргун-Батру на главных сценах нашей страны в Большом и Мариинском театрах. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В соборе Московской Успенском святейший патриарх Московский и всей Руси Кирилл совершил божественную литургию, посвященную 390-летию вхождения Якутии в состав российского государства и основания города Якутска нашей важнейшей исторической дате, которую мы также отмечаем в этом году. Патриарх выразил глубочайшее уважение многонациональному народу Якутии, отметив его доброту, сердечность и приверженность духовным традициям. В ноябре указом президента России утверждены основы государственной политики по сохранению, укреплению духовно-нравственных ценностей. Сделан акцент на роль культуры в укреплении суверенитета страны, сбережении российского народа и его идентичности. В целях эффективной реализации указа президента страны я поручаю правительству в кратчайшие сроки принять соответствующую республиканскую программу. Необходимо четко определить цели и векторы работы, направленные на личностный рост каждого якутянина, на духовное развитие многонационального народа в целом. Особое внимание надо уделить смысловому наполнению просвещения, творчества и искусства. Надо создавать культурный контент, образовательный и медийный продукт на основе языкового многообразия, богатства культуры всех народов Якутии. В эту работу должны быть вовлечены все и ученые, и творческие союзы, телевидение, и издательство, учреждения, бизнес, общественность. Вместе мы должны укреплять наши ценности, чтобы они и дальше мотивировали людей на лучшее, скрепляли воедино весь наш многонациональный народ. Понимание особой значимости наших традиционных устоев дал нам год к матери. Это подтверждает широкий общественный отклик на все мероприятия года, еще больше подчеркнувших уважение к женщине, к матери. Крепкая большая семья и любовь к детям остается важнейшим фактором счастья для Якутия. Наша республика продолжает занимать лидирующие позиции по рождаемости на Дальнем Востоке и в стране. С начала года до сегодняшнего дня родилось 11 547 маленьких Якутия. В год матери мною введен целевой капитал «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей для всех детей, рожденных именно в этот юбилейный год. В то же время важно не останавливаться и продолжить поддерживать наши семьи в решении стать родителями. Понимая это, я поручаю продлить назначение целевого капитала «Дети столетия» еще на 5 лет. Все дети, рожденные в начале второго столетия нашей республики, будут иметь право на этот капитал. Чтобы еще раз подчеркнуть уважение к материнскому подвигу, я предлагаю предусмотреть к знаку «Высшая благодарность матери» единовременное дежнежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Этот почетный знак также станет основанием для присвоения звания ветеран труда в республике Саха-Якутия. Звание ветеран труда будет также присваиваться всем женщинам, награжденным государственными наградами «Мать-героиня», «Материнская слава 1-й, 2-й, 3-й степеней», «Матерям, родившим 4-х и более детей и проживающим в арктических районах республики». Трудовой стаж для получения звания ветеран труда будет сокращен с 20 до 10 лет. Мы продолжим расширять меры поддержки многодетных семей с 2023 года по решению президента страны семьи с детьми до 17 лет беременные женщины с низкими доходами будут получать единое пособие, которое объединит все действующие выплаты. Размер единого пособия составит от 11 до 22 тысяч рублей на одного ребенка в зависимости от уровня доходов семьи, а в северных районах от 13 до 26 тысяч рублей. Я считаю необходимым предусмотреть у нас в Якутии дополнительную адресную помощь для тех семей, которые даже в случае получения этого единого пособия в силу объективных причин не смогут самостоятельно выйти из трудной жизненной ситуации. Наиболее эффективным здесь видится механизм социальных контрактов, который себя хорошо показал. И я поручаю правительству республики направить на их реализацию в 2023 году не менее 1 миллиарда рублей. В год матери мы взяли курс на всемирную поддержку приемных семей, которые посвящают всю свою жизнь воспитанию детей, поднимая достойных сыновей и дочерей республики. Их труд надо и дальше поддерживать. В этом году мы, например, вдвое увеличили размер их вознаграждения. Надо продолжить эту поддержку и довести в целом размер выплаты на содержание детей в опекунских и приемных семьях на уровень не менее прожиточного минимума. У нас в Якутии традиционно большие семьи, в которых живут представители нескольких поколений. И это большое счастье. Каждому из нас хочется, чтобы родители долго жили, долго оставались в добром здравии на благо не только нас детей, не только для своей семьи, но и в целом всего общества. Думаю, что очень важно создавать условия для улучшения именно качества жизни и активного долголетия нашего старшего поколения. У органов местного самоуправления надо активно внедрять проекты социального такси, летних оздоровительных лагерей, образовательно-досуговых центров для пожилых людей. Старшее поколение, как и во все времена, готово активно передавать нам опыт, умения и навыки. Прошу наш профсоюзный актив, объединение работодателей активно подключаться к внедрению программ поддержки занятости старшего поколения, помощи ветеранам отраслей и развитию трудового наставничества. Уважаемые сограждане, якутяне, как никогда сегодня важно наше единство, единство всех поколений, людей разных профессий, вероисповеданий, социального положения. Как никогда сегодня важно сохранять спокойствие, выдержку и в то же время делать все для своей страны. В это нелегкое время огромных перемен народ ждет от власти конкретных действий, ждет поддержки своих инициатив, защиты своих интересов и качества жизни. В 2023 году предстоят главные события политической жизни нашей республики на ближайшие пятилетия, состоятся выборы главы республики, выборы депутатов государственного собрания Илтуман, будут избраны главы 10 районов, депутаты 23 районных совета, в том числе Якутской городской думы, обновится муниципальный корпус поселений. Наша задача создать условия для свободного воли и изъявления граждан, открытости избирательной кампании, честности политической борьбы. И я уверен, что якутяне изберут компетентных, честных, сильных людей, преданных родине и ответственных перед народом. Мы все должны понимать, что легко не будет. Нам всем предстоит работать в тяжелейших условиях давления на нашу страну. И при этом у нас нет права допустить какую-либо стагнацию, нет права допустить спада уровня жизни людей. Каждый на своем месте должен именно трудиться, а не отрабатывать положенные часы. Только так мы сможем добиться поставленной задачи. Трудом многих поколений наших предков была обжита огромная неизведанная территория Якутии. Труд якутян за последнее столетие превратил отсталую окраину империи в один из передовых регионов Великой России. И только ставя во голову угла жизнеутверждающий труд, мы сможем добиться светлого будущего для своего народа для нашей республики и всей страны. Для объединения наших сил, нашей воли, энергии ради общей цели, ради будущего Отечества я объявляю 2023 год в республике Саха-Якутия годом труда. Все мы от Велика до Мала трудимся. Каждый на своем месте. Школьники за партой, рабочие в шахтах, оленеводы бескрайней тундры, бабушки и дедушки воспитывая наших внуков. Это все труд. В год труда мы укрепим в обществе отношение к своему труду как к благу, которое меняет жизнь к лучшему, дает опору для будущего. Поднимем уважение к труду всеми мерами моральных и практических стимул. Будем добиваться высокого профессионализма, производительности труда на каждом рабочем месте. Время работы спустя рукава ушло в прошлое. Повышение компетенции, непрерывное обучение в течение всей жизни должно стать нормой для каждого из нас. Именно сейчас, как никогда, надо ценить труд. И во всех аспектах трудовых отношений, ключевым принципом должна быть справедливость. Труд должен справедливо оплачиваться. В этом году мы подняли заработную плату прочих категорий бюджетной сферы на 10% впервые за много лет. Нужно продолжать эту работу. Я поручаю правительству уже в первом квартале 2023 года принять все решения по индексации заработной платы неуказных категорий работников на уровень не меньше роста минимальной оплаты труда. Одновременно с этим предусмотреть дополнительное финансирование для выравнивания зарплаты отдельных категорий квалифицированных работников бюджетной сферы, которым сейчас эта оплата несправедливо близка лишь к минимальной оплате труда. Справедливость должна главенствовать и в дифференциации зарплат внутри предприятий и организаций. Необходимо усилить контроль системы оплаты труда в государственных учреждениях, в компаниях с участием республики. Зарплата руководителя конечно же должна соответствовать уровню ответственности, но при этом должна быть и мерилом их эффективности. Такой же подход необходимо вредить и на муниципальном уровне. Очень важно сегодня поднимать престиж человека труда. Призываю поднять широкое общественное движение по всей республике с вовлечением всех предприятий и организаций, направленные на чествование лучших дружинников. Считаю необходимым учредить 50 ежегодных премий главы республики по 300 тысяч рублей. Каждая из этих премий будет поощрять новаторство, творческое отношение к работе и высокие результаты труда. А подведение итогов мы проведем давайте к 1 мая празднику весны и труда. Необходимо усилить хорошую традицию участвования трудовых династий. Уникальные семьи, сохранившие из поколения в поколение приверженность к труду и профессии, должны стать примером для всего нашего общества. Особое внимание надо направить на приобщение к труду молодого поколения. Будем повышать мотивацию молодых специалистов через участие в конкурсах молодые профессионалы с последующим трудоустройством, организации профессиональных трамплинов в виде стажировок на передовых предприятиях республики и страны. Будем думать и о будущем. Надо уже готовить специалистов для новой экономики знаний, экономики человеческого капитала. Широкое признание получит волонтерский труд, который все больше вовлекает якутян в атмосферу взаимной поддержки. Мы видели замечательные примеры добровольной помощи в разгар пандемии, период лесных пожаров, видим и сейчас, когда идет специальная военная операция. Дорогие друзья, сограждане, в год труда мы вспомним уроки военных лет в нашей истории и мобилизуем все силы общества на результативный труд. Как и в те грозные военные годы, наша Якутия снова станет надежным тылом, станет местом силы, где трудом якутян будет коваться мощь и победа России и сегодня и в будущем. Убежден, что труд во имя создания и процветания родной Якутии, крупнейшего региона еще больше сплотит Якутиян. Сплотит и поведет к новым достижениям и победам во имя родной Якутии, во имя великой России. Это ктавулах бейб дойдулах тарым сакам селин барджона барук юспитин хвэвитин колбон дыраевит республикавит дойдувут Россия каэтын онэй никай дыртан тугугар бейб сама оболан уля леван. Мактамбе АПЛОДНИКИ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!